запах леса мартовского конечно это нечто смотрите что творится а Птички летают. Лес оживает. Птички летают. Птички летают. И особо в сосновом лесу мы не видим, чтобы что-то тут такое было Ну, тут немножечко лишайника, немножко травки Растений особо нету Сосны создают вокруг себя такую обстановку Которая способствует тому, что все чужое погибает Вот видите, здесь не столько сосны, сколько дубы покрыты разного рода лишайниками А вот где сосны, там особо ничего не растет То есть создается такая атмосфера Такие сосна выделяет вещества Фитонциды, ароматические там масла Все это называется фитонцидами Которые все чужое подавляют Благодаря этому, опять-таки, против грибков мы можем использовать Живичный скипидар И вот у кого проблемы с легкими там, с грибками Почаще гулять по сосновым лесам Использовать ингаляции С живичным скипидаром С живицей Это будет вообще очень хорошее подспорье Ну, хорошо О, хорошо Вчера летела большая стая лебедей Здесь пролетали Курлыкали так Интересным образом Зрелище, конечно, такое впечатляющее Здесь был пожар Лес горел, но Но выстоял Свежая древесина Тверденькая А вот эта древесина Ведь Она как губка какая-то стала Всю же грибок сожрал В природе все так устроено Что одно Ест другое Так называемое Интересно Как уже люди Выявили Пищевая цепочка И человек стоит На вершине этой пищевой цепи То есть он тут всех ест И грибы И ягоды И кабанчиков И косуль И лоси И медведи И травку Ну, все Все потребляет Такой он Ну, вот при этом При этом, смотрите Пищевая цепочка Подразумевает Вот смотрите Что Вот в этом вот Месте В котором я сейчас хожу Соответствующий климат Раз Соответствующая почва Два Соответствующие растения Три Которые Приспособились К проживанию Именно в этих условиях То есть они Приобрели такие Качества Которые необходимы Для того, чтобы Здесь выживать И процветать И естественно Дальше По пищевой цепочке Там Насекомые Мышки Более там Такие Большие Зверюшки Типа зайчиков Косулька Банчиков Поедая Лосей Там Поедая То, что Имеется в лесу Они делаются Частью Этого Леса То есть они Воспринимают Себя Информацию Построить Такое тело Которое Позволяет Им Успешно Жить В этом лесу Потому что Они стали Его частицей Это самое Как бы сказать Важное Вот Что-то Это Опускается Или забывается Или нарочно Не упоминается А когда Человек Выращивает Что-то Культурное Такое Отдельно Ему там Поле Засевает Отдельно Какие-то Удобрения Отдельно Выводит Какие-то Сорта Чтобы Они были То Все это Становится Каким-то Искусственным Образованием Которое Входят В дисбаланс С природой Это Неестественное То есть Если только Не будет Орошения Вот этих Удобрений Поливания Против паразитов То все Это Естественно Растения Выведенные Искусственно Они Перестанут Существовать Уступят Место Декоросам И вот Звери Зверушки Там В пищевой цепи Они используют Что? Они не используют Никаких Культурных Каких-то Там Трав Продуктов Они используют Декоросы Поэтому Они такие Мощные Когда Человек Искусственно Питается Вот такой Вот Пищей Которая Оторвана От природы Оторвана От этих Информационно Энергетических Связей То и тело Он естественно Строит Совершенно Иное Чуждое Матушке Природы А раз Она чужда Она Не приспособлена Ни к смене Года Как положено Ни к климатическим Каким-то Влияниям И поэтому При любом Смене Вот этих Параметров Климата Погоды Она сразу Начинает Давать Какие-то Сбои В виде Того Или Ного Недомогания Улавливайте И так как Все человечество Сейчас Настроено На то Чтобы Искусственно Производить Зерновые Выращивать Они даже Не могут Дать Семена Представляете Насколько Все это Люди Забузили Якобы Это Это Удобно Якобы Это Ну будем Говорить Вот Они становятся Монополистами По производству Семян Вот Для них Это хорошо Что они На этом Деньги делают Но Упустив Вот эти Вот вещи Просто Напросто Все это Ведет К Вырождению Человечества Каждое поколение Все слабее Слабее Больниц Все больше Лекарств Все больше Научно-технический Прогресс В этом отношении Вроде как Все лучше А болезни Не уменьшаются А только Увеличивается То же самое Выращивание Животных Наблюдается Рыба Эти самые Крупный Рогатый Скот Мелкий Рогатый Скот Особенно Свинюшки Все делается Так Чтобы Они Росли Быстрее Буквально Таки Наливались Мясом Каким-то Непонятным Мясом С какими-то Стимуляторами И на Каком-то Комбикорне Комбикорне И вроде Все это Растет Быстро Ну а Насколько С Информационной Позиции Полезно Это Мясо То мы Знаем Допустим Ну тот же Зайчик Он питался В лесу Всеми его там Травками Все что там Он нашел Ел И Охотник Его Добыл Принес Съел Питается Им То есть Он Вот эту Цепочку Пищевую Он поддерживает Информация Никуда Не девается А становится Частью Тела Охотника И его Семьи А если Мы там Выращиваем Этих Там Кроликов На каких-то Там Камбикормах Неизвестно Как там Полученных Да плюс Какими-то Там Добавками Чтоб они Быстрее Росли То это Уже Совершенно Иное Мясо Совершенно Иной Продукт Который Эту Пищевую Цепочку Искажает А эти Искажения Так или иначе Тогда Выливаются В те Или иные Заболевания Видите Что делается То есть Вот этот Научно-технический Прогресс Применяемый Без Знания Вот этих Вещей Он просто-напросто Ведет К вырождению Человечества Вот и все Жадность И глупость Ведут к тому Что человечество Выродится Поэтому Не мудрено Что тут все Какие-то там Еще Придумают Приспособления Каких-то Мутантов Сделать А что касается Вообще-то Жизни В целом Жизнь-то В целом Нужна для того Чтобы человек Развивался В духовном направлении То есть Те силы И возможности Которые В нем Заложены Чтоб он Вот это Развил В первую очередь Конечно Нравственность Что Отношение Такое Справедливое Не просто В человеческом Обществе А Справедливое По отношению К природе Понимая Вот эту Пищевую Цепочку Ее Не нарушать Не эксплуатировать Развиваться Так Чтобы Природой Было Хорошо И он Нашел Своё место Там И не Не рыл Каких-то Карьеров Не сверлил Там Дырок Земли Не что-то Там Высасывал Из матушки Земли Там И Вдобавок Там Не запускал В космос Не взрывал Не удобрял И Одним словом Не портил Не портил Тот мир В котором Он Живет Это Такая Красота А Мы Делаем Какой-то Свою Свой Искусственный Мир Который Потом Превращается В горы Мусора Видите Проблема С мусором Стала Ее же Не было Когда Все это Естественно Мы Потребляли Все это Разлагалось Все это Было Нормально Здесь Была Допустим Стоянка Люди Пожили Что-то Там Поиспользовали Что-то Там Попитались Ага Тут Своими Экскрементами Удобрили Почву И Перешли На Другое Место И Так Потихонечку По кругу Ходят 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 Это Все Усвоилось Это Все Восстановилось А Сейчас Ничего Непонятно Никто Ничего Не знает Что Делать Какие-то Там Знаете А Что Там Роботы Сейчас Будут А Что Вот Эти Роботы Заменит Человека Значит Работой Не станет Что Будут Делать Да Это Вообще Ужас Что Мы Ищем Работу Вместо Того Чтобы Просто Жить Иметь Своё Хозяйство В конце Концов Так Это Все С этого Начиналось И Это Все К тому Же И Приходит И Жить Развиваться Совершенствовать Свои умственные Способности С помощью Которых Можно Там И Левитировать И Перемещаться И Делать Допустим Те же Продукты С помощью Силы Своего Разума Силу Своего Разума Подменяют Электронными Устройствами И В результате Все это Вся эта Цивилизация Так Называемая Заходит В тупик И Начнется Война Машин Которые Создал Человек С Интеллектом С Ним Самим Который Этот Интеллект Не 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 И Наоборот Он Его Всевозможными Вещами Притупил Уничтожил Свел На Нет Я Я Сейчас Смотрю По Вашим Отзывам Вообще По Интернету Народ Не Хочет Читать Хочет Уже Только Слушать Не Хочет Понимать Чтоб Все Ему Было Разжевано То Не Уключ Свою Соображал Облинился Не Искать Информацию Но Ничего Не Хотят Благодарю За просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В колокольчик И Подпишитесь На Канал Ваше Участие Развивает Канал И Способствует Его Продвижению Вы Можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На Сайте Малахов Про Доброго Здоровья И До Новых Встреч